здравствуйте мои дорогие телезрители и здравствуйте мои подписчики на канале youtube я уже грязная как свинюха я еще и упала сегодня о вот так на отмашь пришлось и вот переодеваться и я уже вот видите вся вымазанная ну я же в огороде и и вы такие же как я значит сегодняшняя тема томатов теплицы и я хочу сразу сказать что мне пришлось проделать огромную работу два дня назад с пересадкой полностью всей теплицы почему сейчас объясню поскольку я в отсутствии снимаюсь на московском канале конечно мне очень тяжело я переживаю ежедневно как тут все происходит и когда я приехала вот два дня назад на съемки то я поняла что здесь все не так как должно быть почему не да потому что для теплицы были оставлены ну несколько штучек помидор по моему их было 7 или 8 штук и они выглядели очень печально цвета на них нету то есть почему-то теплица была пустой для меня это был шок разница между теплицы и парником очень большая высаженных парник были огурцы они в теплицу помидоры значит высажены на улицу и даже те высокорослые которые не тепличные были на улице поэтому мне пришлось заново перекопать все вытащить их с улицы и посадить вот в теплицу как я привыкла и как они должны расти я не знаю что будет с урожаем но я только могу сказать что если такое горе случилось и с вами если вы делаете пересадку обязательно ком земли обязательно аккуратно каждый томатик перетащить и в подготовленную лунку опустить и пролить водой через день они все встали хотя сначала были такие все опущенные листья но сейчас они чувствуются хорошо и надеюсь что они быстро вырастут вот здесь посажена по-разному здесь одним методом в борозду как я люблю но поскольку они с небольшой очень небольшой стебель и небольшая корневая система пришлось их окучить потому что закапывать глубоко нет смысла никакого этот процесс еще более долгий хотя помидоры посаженные в лунку и если они не у них не прищипнут центральный корень при пикировке тогда томат будет идти глубоко в землю добывая себе воду это хорошо с одной стороны я привыкла что у меня стебель лежит в борозде и все на стебле покрывается корнями вот здесь его корень который был в горшочке вот здесь его макушка поэтому я их уложила до плашмя в борозду при окучила чтобы над ними над стеблем которые образуют дополнительные корни была почва и сделала две борозды по краям для поливки вот здесь посажена по другому у них вообще стебель очень короткий потому что как вы видите еще ни одного цвета нет это очень печально в июле месяце но надеюсь хотя бы две-три цветочные кисти на них будут и я делала лунки обычные но я все равно уложила их лежа в лунки вот так это корни засыпав их почвой да они примерно занимает вот столько места сделав около них лунки для поливки вот это другой метод но это тоже типа борозды а теперь хочу показать самое печальное то что находится вот здесь под укрывным вы знаете для меня гибель растений и что-то с ними происходящее то что не должно быть это не просто печально сердце это боль в сердце потому что все зеленое это как будто я тоже из этого мира я их очень хорошо чувствую я понимаю что с ними происходит и пересадив вот эти томаты они высокорослые посмотрите я их прикрыла укрывным от этой ну да духота и жара в теплице сами знаете какая этот томат уже на цвету это тоже пытается выбросить вот у него шишечки прямо цветов боюсь что боюсь что они погибнут он конечно корявенький но когда он одыбается совсем конечно я его привяжу вот к этой вот пристегнул то есть к этой опоре у него корни находятся вот здесь они достаточно длинные вот такие и то есть это тоже посажено по типу борозды у этого корень находится тоже здесь потому что он крайний вот пойдемте я буду открывать и вы будете видеть какие они несчастные не делайте так пожалуйста помните что ранние ранний посев томатов когда мы это делаем середине февраля это правильно и меня никто не убедит никогда в жизни что это неправильно коротконогие которые плодоносят очень быстро дают маленький урожай для улицы это пожалуйста в марте а все что у нас вот такого роста простите меня им 13 листьев как правило 9 как минимум надо пройти до того как у них появится цветочная кисть к первому июня все томаты и маленькие и высокие должны зацвести и мы первую цветочную кисть удаляем при посадке что тоже очень важно она не даст растениям развиваться дальше пока не разовьется сама но там всегда два маленьких и один урод поэтому удаляем при посадке это как маячок и как можно ближе к первой цветочной кисти должна быть почва мы все равно удалим там никто не заболеет но посадить томат вот такой вот да в лунку и вот тут у него цветы начинаются и плоды это совершенно неправильно вы потом как будете пять раз загибать как космонавта волкова что ли нет значит я убираю укрывной а вы смотрите что здесь происходит да вот он вот так вот выглядит я его сейчас подтащу к себе вот смотрите эти томаты есть уже есть светом прикрыта не укрывным тоже не просто так было слишком жарко и в отличие вот от этих двух грядок эти томаты завяли просто как будто высохли я их пролила как следует и укрыла укрывным и они конечно очухались потому что заработала корневая система двое суток им нужно то чтобы как-то восстановиться ну теперь я надеюсь дни немножко будут пасмурные хотя бы неделю они одыбаются и пойдут в рост вот их первая цветочная кисть видите вот смотрите какой цветок огромный его надо просто удалить сейчас объясню почему у него не одна макушка от 1 2 3 это помидор вот такой и весь в перепонках то есть если вы будете резать на салат вам сильно придется постараться чтобы как-то оттуда до массу эту помидорную вырезать чтобы это было красиво они с черной перепонкой это махровый цветок это происходит довольно часто от того что помидоры пикируют не один раз а дважды до эти помидоры цветут лучше но и махровых цветов придется удалять с каждой цветочной кисти причем даже не один поэтому выбирайте либо у вас будут простые цветы и это будут хорошие красивые помидоры либо будут махровые и вы будете бороться с этими перепонками ну вот теперь в этой теплице полный порядок а порядок я люблю так нас воспитали и здесь не должно быть больше ничего кроме томатов я не понимаю когда в одной теплице растут помидоры огурцы перцы баклажаны а вы еще свеклу посадите к перцам перцы ненавидят свеклу а она перцы и они расти не будут ни тот ни другой и несовместимость в том что группа посленого она тоже особенная но уж группа бахчевых которым относятся огурцы это теплолюбивые влажно любивые растения чего терпеть не могут цветы томатов влагу лишнюю выльете воду как хотите сколько хотите нет мои дорогие один раз в неделю по ведру воды на каждый помидор и никаких вариантов все должно быть замульчировано никакой влаги 47 50 процентов влажности допускается но не более того поэтому не бегайте с мисочками плесканул и побежал один раз в неделю если бы вы замульчировали не опилками как я у меня просто нет ничего больше а например резаной соломой да вот таким слоем вот тогда вам пришлось бы поливать один раз в две недели обратите внимание те у кого нет воды на даче и вы не можете ездить даже каждую неделю а два раза в месяц только мульча из соломы не пропустит снизу не сорняки не болезни уж тем более фитофтору солома сама не болеет два года прекрасно себя ведет и не дает другим это делать услышьте меня поэтому на следующий год я постараюсь приобрести эту резаную солому и мульча будет лежать то какая положено то есть та которая не принесет томатам никаких болезней я надеюсь что вы все запомнили все увидите кто смотрит на ютюбе включите еще раз и внимательно послушайте что я говорю я не делаю никогда не предлагаю сделать то чего я не делаю сама то что дает хороший результат я это всегда делаю ну надеюсь что хоть кто-нибудь поделится со мной помидорами спасибо вам что вы есть мои дорогие всего вам доброго и до свидания до свидания